В урочище Барбаров прошел 13-й открытый туристический слет инвалидов-колясочников «Полесские зори», который объединил 16 команд. В их числе команда из Брянска и два представителя из Москвы. Люди с большой силой воли, непоколебимым упорством и стойкостью духа продемонстрировали свои умения в различных играх, соревнованиях и конкурсах. Сегодня начался 13-й республиканский туристический слет инвалидов-колясочников «Полесские зори». 13-й год подряд мы проводим на этом месте. Количество участников традиционно большое. Со всех регионов республики Беларусь и из Российской Федерации. Команда города Брянска и два представителя города Москвы. Традиционно большое желание приехать. Некоторые команды из-за нехватки мест мы даже не смогли пригласить. Мы приготовили большую спортивную туристическую программу. Много различных видов спорта традиционных. Это и стрельба, и различные активности на перегонки, и рыбная ловля. Также туристические различные мероприятия. Это отдых на воде, конкурс песен, конкурс быта. Вообще время пророждения друг с другом, песни у костра. Это то, что манит, привлекает людей к нам сюда. Приветствовала участников турслёта первый заместитель председателя Наравлянского райисполкома Наталья Коваль. После чего перед командами выступили артисты Центра циркового искусства «Арена». Как видите, погода у нас очень хорошая. Участников очень много. Более ста людей в колясках. Программа у нас очень насыщенная. Три дня соревновательных моментов разных. Плюс завтрашний день очень интересен для участников тем, что у нас будут водные аттракционы. Дело в том, что людям в колясках очень трудно выйти на воду. А здесь как раз-таки мы им даем такую возможность прочувствовать воду после травмы. Люди, конечно, очень-очень довольны. Ну и, в принципе, конкурсы. Хорошая программа, конечно, и хорошее настроение. Свободное время участники проводили в единении с природой на берегу Припяти. В насыщенной программе прохождение эстафеты, во время которой участникам предстояло выполнять множество заданий на ловкость и точность. А еще были соревнования по рыбной ловле, стрельба из винтовки, кулинарный поединок и многое другое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!